Жителей, отказывающихся заключать договоры на обслуживание оборудования, специалисты Мособлгаза вынуждены отключать от снабжения газом. Причем накопившиеся по оплате долги, имеющиеся у таких собственников жилья, даже не самая главная причина, почему это делается. Еще важнее опасность, которую может представлять собой оборудование, не находящееся в соответствии с договором на постоянном и регулярном обслуживании газовой службы. Это опасно в том числе не только для неплательщиков, но и для их соседей. Очередной рейд по проверке газового оборудования в жилом секторе по трем адресам – в Загорянском и в Супоневе – прошел минувший вторник. В нем вместе с газовщиками участвовали и представители местной власти из Управления по жилищно-коммунальному хозяйству администрации городского округа Щелково. Отключение домовладения от газа прежде всего мотивирует людей заключать договора на технологическое обслуживание внутридомового газового оборудования, что сокращает риски взрывов газа и сохраняет жизнь людей. Сотрудники МОО «Саблгаза» всегда, когда приезжают к должникам, сначала еще раз предлагают решить дело так, чтобы не пришлось прибегать к крайним мерам – отключать газ. Они стремятся использовать все возможности, чтобы люди поняли заключить договор и поставить оборудование на обслуживание в их собственных интересах. Это их безопасность. Котел, плита, то, что используют газ в качестве топлива – это достаточно опасное оборудование. Его необходимо обслуживать не реже, чем один раз в год, как нам предписывает постановление номер 410 правительства Российской Федерации. Андрей Гайдуков рассказал, что в Щелковском городском округе рейды по проверке газового оборудования у должников проходят в соответствии с действующим графиком работы МОО «Саблгаза», в котором, естественно, в первую очередь прописывают адреса тех, кто не заключил договоры на обслуживание. Причем газовщики не ставят своей целью отключить как можно больше адресов, однако эту вынужденную меру они применяют. Применяют в отношении тех, кто не идет им навстречу и не понимает о решении, какой важной проблемой идет речь. В прошлом месяце отключение газа произошло по шести адресам собственников жилья. В этом пока итоговых цифр нет, месяц еще не закончился. Всего же в октябре в план проверок поставлено 35 адресов. Надо заметить, что для нас, снимавших этот репортаж, важно то, что из трех адресов, где мы побывали, в двух жителей поняли, что газ, приносящий к нам в дом тепло, должен находиться под обязательным контролем профессионалов. Андрей Циханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.